Соединенные Штаты не намерены менять свои приоритеты в Сирии в ответ на действия России. Таков ответ Пентагона на сегодняшнее решение Москвы начать вывод войск из этой страны. О выводе российского военного контингента, находясь в Сирии, сообщил Путин. Откуда такой поворот событий? Дмитрий Анопченко задавал эти вопросы в Пентагоне. Возглавляемая штатами коалиция продолжит функционировать в Сирии, а решение Москвы никак не повлияет на приоритеты Вашингтона. Так сказали сегодня в Пентагоне. В ответ на многочисленные вопросы прессы, мол, что дальше, после того, как Россия решила забрать свои подразделения из охваченной войной страны. Буквально только что у нас была возможность узнать мнение американского военного ведомства, узнать из первых уст пресс-секретарь Пентагона Роберт Мэнинг, отвечая на мой вопрос, сказал, что Соединенные Штаты не намерены корректировать свою позицию по Сирии. И вот почему. Прямая цитата. Заявление России о выводе их войск зачастую не всегда соответствует фактическому сокращению подразделений. И, конечно же, они не повлияют на американские приоритеты в Сирии. Глобальная коалиция продолжит свои операции в Сирии и будет помогать местным силам, чтобы закончить разгром ИГИЛа. Таким образом, американские военные намекают российские сообщения о выводе войск, зачастую не подразумевают реального сокращения контингента. Мол, это может быть еще и пропаганда. И это еще одна причина, почему Вашингтон пока что не будет корректировать свои планы. О российском решении стало известно только сегодня. И хотя поездка Путина в Сирию ни для кого не была сюрпризом, объявление о том, что Россия ставит точку в военной операции, которая длится уже больше двух лет, с сентября 2015-го, многих застало врасплох. По предварительной информации, Москва обещает забрать 23 самолета, свои вертолеты, военную полицию, минеров и даже свернуть в госпиталь и сократить количество военных советников, сохранив лишь две свои базы в Хмемине и Тартусе и оставив на боевом дежурстве системы ПВО, но не больше. В Пентагоне не многословны, они не комментируют причины, которые заставили Россию выводить войска, они просто не имеют права говорить о политике. А вот отставные военные куда более откровенные, находящиеся сейчас с визитом в Киеве, бывший заместитель начальника штаба американской армии генерал Кин напрямую связал происходящее с предстоящими выборами в России. Он готовится к выборам. Конечно, они будут говорить, что выручили союзника, оказавшегося в критической ситуации. Теперь кампания закончена, и Путин хочет представить это как свою личную победу в преддверии выборов. Но когда власти США говорят, что теперь конфликт будет разрешен и Ассад уйдет, это тоже фантазии. При этом военные аналитики уверяют, вывод российских войск не затянется на месяцы. По предварительным данным он займет всего лишь несколько суток. К примеру, авиации, для того, чтобы перебазироваться на российские аэродромы, необходим сравнительно короткий перелет. Порядка 5-6 часов. Но это означает и другое. Если Москва по какой-то причине вдруг изменит свое решение, о котором сейчас во всем мире так много говорят, она сможет все переиграть и достаточно оперативно нарастить военное присутствие. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.